Привет, мои хорошие! С вами Селена Сэй, и сегодня по многочисленным запросам я хочу рассказать о своих родах, как они у меня прошли, и захватить последние две недели, потому что как раз-таки я снимала за две недели до моих родов, я снимала ролик о том, первый, второй, третий, триместр. Оставалось две недели у меня до родов. Итак, что я могу сказать, что последние две недели, вообще три недели, две особенно, последний, очень тяжелый, потому что ты уже вообще ничего не можешь делать. Ко мне уже приехала мама за последние две недели, потому что я уже не могла готовить, я не могла наклоняться, у меня болела поясница, я скатывалась вот так вот, просто сползала с кровати, было очень-очень тяжело, и, то есть, готовить, ну, реально, убирать вообще невозможно, помыть полы, это все очень тяжело, поэтому, ребята, у кого есть вообще мужья такие, которые могут взять на себя по дому хозяйство, да, или родственники, родители, которые могут прийти и помочь, это вообще, это большой подарок. Спасибо, мамчуль. У меня зеленка, ребенок, у меня все в зеленке постоянно. Вот. И она мне уже помогала. Итак, ну, это все мелочи. Как же случились мои роды? На самом деле, я очень долго переживала, я спрашивала у всех. В общем, у меня два было, две стороны такие. Я человек, который никогда не рожал, да, я не знаю, что это такое. У меня о беременности были всякие мифы разные, да, там, что ты чувствуешь, на самом деле, беременность у меня прошла вся просто гладко. А теперь я могу уже об этом сказать. Просто гладко. Я всегда смеялась. Даже когда мы с моим любимым ругались, я всегда смеялась. И это очень разряжало обстановку. Он даже если злится, говорит, ты что смеешься? Я говорю, я не могу. Ты когда злишься, ты смешной. Я ухахатывалась, просто невозможно. Я даже не припомню ни одного раза, чтобы я реально как-то прям нервничала, психовала и так далее. Так что мой ребенок был вообще в спокойствии и без нервов всяких. Вся беременность прошла прекрасно. Не было такого, что мне там тошнило жутко как-то еще, да. Ну, то есть были такие легкие какие-то, может, отвращения от еды, как бы, да, и все. Ну, в общем, приступим к родам же, да, все. И я все это время спрашивала, там, спрашивала у своей мамы, у своей тети, все, кто рожали, расскажите, как мне все в подробностях. Мне все было интересно, как же они рожали, как же буду рожать я. Потому что вы, наверное, все знаете, да, что, блин, ну, мало людей, которые реально рожали классно, там, или еще что-то, без боли. Смотришь на эти ролики, там все дышат, кричат, как сумасшедшие. Думаешь, господи, это, ну, и все, вот, женщина, она там рожает, короче, это жесть там такая. Ну, в общем, ладно, давайте по порядку. Я хочу забежать, потом отбежать в обратную сторону. Я такой рассказчик вообще. В общем, я спрашивала, мама мне моя говорит, да, что, вот, я свою маму всегда слушала. Я слушала, конечно, всех, но я все думаю, все как по маме. Вот как у мамы было, так и будет. Раньше же, вы знаете, рожали без, как это называется, эпидуральной анестезии. И моя мама, в принципе, ничего такого прям ужасного не припомнит. Я думала, например, начинаются схватки, да, они начинаются сразу. Ты такая лежишь, лежишь, там, читаешь, и ты бах, такие схватки, короче. И ты все такая скорую вызываешь. Вот я почему-то так думала. Я все маму спрашиваю, говорю, мам, ну, как они схватки, на что это похоже? Она говорит, ну, потягивает немножко низ живота там, да. И в то же самое время, говорят, ты схватки не пропустишь. А я переживала их пропустить, потому что у меня, допустим, как-то низ живота, даже при месячных, да, они, ну, как-то не болит особо, как бы, я там, ну, как бы легко себе думаю, вдруг я пропущу. Потому что последнее время, последние три, там, недели, да, ну, и вообще во время беременности может потягивать немножко живот так, знаете, там потянет, там кольнет, как бы. Ну, это такие нормальные вещи. Вот. Ну, в общем, я боялась пропустить, на самом деле, эти схватки, и поэтому я все время прислушивалась к организму своему, и, в общем, вот так было. В общем, мама говорит, что это все по нарастающим, все потихонечку. Ну, в общем, в принципе, как вот моя мама говорила, так и было. Ну, хотя у меня, допустим, подруга рожала, там, еще там знакомая девчонка рожала, там, жена брата рожали все, и все рожали по-разному, да, у кого-то там одно, у кого-то другое, у кого-то третье. Ну, в общем, я смотрела еще разные ролики, и везде было самое главное, что самое главное – это настрой. В общем, я, как все правильно, послушала все, я взяла самые правильные советы. Я настроилась, что у меня все будет хорошо, просто интуитивно, у меня все будет хорошо, я рожу, как моя мама, потому что говорят, что вот дети, они как вот родители рожают, если у мамы все было хорошо, то у тебя тоже все будет хорошо. Хотела я родить без всяких анестезий, без ничего, потому что тоже наслушалась, что там то может быть, это может быть. Ну, вообще, с анестезией мне было страшно, потому что, во-первых, это делают в позвоночник, это страшно, да, как бы вдруг что-то куда-то не туда. Потом я боялась, что я не смогу почувствовать ничего, как мой ребёнок будет выходить. Я пропущу этот момент, и вдруг не смогу тужиться, в общем, отниму ценой, и как-то я не буду чувствовать ничего. В общем, было страшно. Но ещё очень важно выбрать себе врача. Я выбрала врача, которому полностью доверилось. Вот знаете, что кто бы там ни говорил, если вы доверяете врачу, просто доверяйте ему, считай свою жизнь, жизнь своего ребёнка, то всё будет замечательно. Надо такого врача найти, и нужно доверять своей интуиции. Я нашла такого врача. Мне понравилось, как она заботливо отнеслась ко мне, и как она помогала мне. Очень легко и просто. Ну, это вообще мой человек, наверное. В общем, как всё началось. Я нашла себе врача, нашла клиника, всё, я к ней пришла, мы смотрели, она говорит, всё, сначала у меня отошла пробка. В общем, не пробка, а просто начала кровить немножко, когда я пришла к ней на осмотр. И она сказала, что это отходит пробка, да, и что дня через два, через три уже скоро вот мы родим с тобой. Я думаю, ну, замечательно, ну, клёво, в общем. И не было никакого беспокойства внутри, видимо, потому что я настроилась. И в один прекрасный день, 23 сентября, я встаю, также потягивала у меня живот с ночи ещё. Но почему-то, знаете, чуйка какая-то мне подсказывала, что это что-то вот похоже на что-то вот такое. Хотя ничего такого вот прям особенного, кардинального изменения не было, чтобы я сказала, о, вот это схватки. Нет, что-то просто потягивала, как-то отпускала, потягивала, отпускала. И вот утром уже в 10 часов, да, начала как-то вот так вот потягивать. Странно, потом, значит, опять я заметила, что начала кровить немножечко. Это вот то, что отходит пробка. Я испугалась вообще такая, думаю, ой-ой-ой. И потом я заметила, что да, у меня немножечко схватывает, как бы, знаете, на время и отпускает. А примерно это реально как вот при месячных. Вот может быть, кто знает, да? У меня просто девочки молодые ещё много смотрят. Вы, кстати, не смотрите это видео, если оно вам неинтересно, если оно ещё как-то для вас слишком какие-то вещи, что-то такие рассказы. Потому что у меня много девчонок смотрят, у которых дети, и у которых беременные. Вам всем привет. Беременные всем привет, у кого дети. Вообще мамочки молодцы. Вам всем привет. У меня была такая программка, я начала засекать просто время. И у меня уже было 5 минут между схватками и схватки 30 секунд. Я звоню своему доктору в течение 15 минут. Я это всё посмотрела, что, да, действительно, это схватки такие были, которые я пыталась заметить. Звоню своему доктору, говорю, так и так. Она говорит, ну вот скоро на днях родишь, когда я говорю, что вот у меня там кровит. Я говорю, ну я ещё в 15 минут засекла, в течение 15 минут вроде бы это схваточки у меня идут. Между ними 5 минут интервал, 30 секунд схватка. Она такая, о, так собирайся и езжай ко мне. В общем, я взяла, собралась. Всё уже было собрано, вещи какие-то там нужны были, всё, что нужно было, было всё собрано. Мы с мамой собрались, я села за руль и поехала за рулём. То есть, вот такие были схватки. Когда я приехала туда, мне уже сказали, что у меня раскрытие 3 сантиметра, меня сразу в родовую палату. Ну, то есть, я ходила сама, двигалась, да, всё нормально. То есть, эти схватки не были такие, что я думала, всё, там, я умру, короче, меня будут носить, вот так возить, и я ничего не смогу сделать, буду кричать, как бешеная, резаная. Ну, почему я её сделала? Ну, как бы, с раскрытием 3 сантиметров можно ходить, как бы, и терпеть. И я вам вставлю, кстати, как раз нарезочку, где я в палате, и у меня там будет схватка, я вам снимала всё это время. Ну, вот я в родовой палате. Оставили мне контентер, дали мне вот такую вот ночную шучку. Ничего с собой почти брать нельзя. Я сижу на шарике, перетерпливаю схватки, раскрытие 3-4 сантиметра уже. Пока всё терпимо. Ну, короче, я так-то сомневаюсь, что я сама рожу. Так хотела, так хотела, но боль приближается, и она диктует свои правила. Скорее всего, может быть, сделаю пидуралку, не знаю. Вот, о, схватка пошла сейчас. Сейчас мы её переждём с вами, прыгаем на шарики. Очень мне нравится палата, такая чистенькая, такая вся классненькая. Доктор у меня замечательная, акушерка тоже хорошая. Схватка. Сейчас пройдёт. Вот. Ну, в целом, вот так выглядит всё. Моя койка, место. Вот так вот всё сзади. Там вот уже малыша буду завешивать, наверное. Какая-то штука ещё. Умывалочка, туалет свой, душик свой. Всё рядом, так вот по порядку. Все врачи рядом, все ходят, слышу всех. Всё замечательно. Так что посмотрим, что будет дальше. Я вообще, я не знаю, я в шоке. Ну, я спокойна как бы внутри, да? Что-то вот слушаю всех, я переживаю, что будет дальше. Ну, так переживаю, как я спокойна, но переживаю здесь, в общем, не внутри, не в душе, в голову просто. Но расскажу потом всё. Дальше я, в общем, подумала, что не знаю почему, и так мой врач как бы тоже была настроена, потому что я, честно говоря, больше всего не любила, когда мне начинают лазить там, короче, внутри. Ну, вот так вот грубо, да, говорить, ну да, надо посмотреть, раскрыть, в общем, полазить. И мне всё это было очень неприятно. То есть я могла терпеть схватки, как бы, но мне было очень неприятно, когда там лазили руками. И я понимаю, что каждый раз, когда туда лазят руками, да, было вообще настолько всё это невыносимо, что я ради этого только готова была сделать анестезию. Но врач моя тоже была настроена так, ну, как бы с анестезией, она говорит, 95% женщин делают эти анестезии у нас. И, в принципе, то есть рука набита уже у людей. Ну, в общем, я не стала геройствовать, я решила, что нафиг оно надо. Как бы терпимо всё было, но, думаю, я сделала анестезию. И вот я сняла вам кусочек, где я уже после анестезии в классном состоянии. И, в общем, вот так. Ох, девочки, сделали мне эпидуралочку всё-таки. Потому что стали болючие такие схваточки уже. Ну, пока раскрытие 3-4 сантиметра, да, и что-то я не стала терпеть, чтобы и силы у меня были, и всё. Как-то я интуитивно почувствовала, что надо сделать. Сделали так хорошо, всё так классно. Лежу, хочется заснуть. Единственное, вот это вот с катетером переворачиваться как-то там можно, как-то нельзя, там скручивание все. В общем, посмотрим. Сейчас ввели на часик. Там не сразу будет, как я поняла, на часик. Короче, лежу сейчас, кайфую пока. Ну вот, после этого, когда у меня было раскрытие уже 7 сантиметров где-то, и пришла моя врач и говорит, что потихоньку, потихоньку, в общем, там из 10 уже было где-то там 5 вечера, да, 5, полпятого вечера. И я даже не думала, что я в этот день рожу, как-то вот быстро всё произошло. Мне, как бы, я уже начала чувствовать схваточки чуть-чуть, да, и я говорю, может быть, ещё немножко анестезии. Я, в общем, попросила ещё анестезии, и мне вкололи анестезию, и получалось, что все роды я была, в общем-то, под анестезией. И, в общем, было страшного, я всё чувствовала. Я чувствовала, когда схватки, я чувствовала, когда нужно дуться, я знала, как нужно тужиться прям. Не знаю, почему, но чувствовала. Мне сказали животом, и я животом всё это делала, напряглась. Я ни разу не крикнула, не всхлипнула, в плане, чтобы у меня там паника внутри какая-то была, да, я всё прекрасно чувствовала, улыбались, мы шутили во время родов, и всё было абсолютно безболезненно. Поэтому я поняла, что анестезия эпидуральная рулит, и вообще, как говорили королевские роды с эпидуральной анестезией, вот что в Европе у нас все делают. И я полностью согласна, да, это были королевские роды. Это реально, когда ты шутишь, когда ты всё чувствуешь, в принципе, да, только не чувствуешь боли. И вот мой малыш, когда он вылез, положили его мне на животик, и вот до сих пор, если я его ложу, так на животик, он так на меня смотрит, вот так вот голову он повернул, поднял, и смотрит на меня из-под лоби. И я, привет, мой малыш, ему говорю, ну всё, его там перепеленали, там взвесили, там всё, что нужно сделали, отпечаточек нам сделали, нашей ножки. И всё, и дали мне его, чтобы я его кормила. Ну всё, потом нас отвезли в послеродовую палату, где мы с моим малышом ближе познакомились, и я уже поняла, как его там пеленать, от чего он плачет, и что болит. Страха никакого не было у меня перед ребёнком, мы сразу друг друга поняли, полюбили, почувствовали, и по сей день я знаю, что он хочет. Но в принципе он мало что хочет, он хочет либо есть, либо чтобы его помыли, либо чтобы его поцеловали, приласкали. Вот и всё. В общем, всё у меня прошло замечательно, всё прошло без боли, поэтому, девочки, рожайте, не бойтесь боли, делайте эпидуральную анестезию, но если... Нет, вы можете, конечно, попробовать, как я, мне сказали, давай, пока ты можешь, терпи, терпи, как захочешь, мы тебе сделаем. В общем, я не стала геройствовать, и сделала эпидуральную анестезию, и очень счастлива, кстати, потому что то, сколько раз мы туда лазили, и что там делали, и смотрели, я бы этого не выдержала, просто без анестезии никак. В общем, всё, дорогие мои девочки, я побежала кормить моего малыша, понравилось моё видео, ставьте лайки, появились вопросы, задавайте в комментариях, всё, пока-ка.